Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Юникло! Вот вам ёлочка из Юникло. Смотрите, какая симпатичная! И что я вам хочу сказать, что здесь вы точно не найдёте одежды с блёстками. В Юникло блёстки на меня не нападают. И вообще хочу сказать, что Юникло это такой магазин, где никогда не продаётся какая-то специально праздничная одежда. У них всегда одно и то же, и всегда у них никогда нету каких-то праздничных эдишн, как вам многие бренды делают, что у них какие-то вот к Новому году, к Крисмасу. Все эти пальто мы уже примеряли с вами, поэтому я иду мимо. Никогда к Новому году они не устраивают никаких специальных там коллекций, которые там праздничные, выходные и так далее. У них ничего этого нету. Всё, что у них есть. Вот эти платья каждый год. У меня, кстати, есть одно такое платье. Купленное, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. В нём состав 8% шерсти и всё. Но это их стандартное такое вот дело. Значит, и вот такие вот. Они совершенно бесформенные, совершенно бесформенное горло. И ещё есть вот такие платья за тоже 69 долларов. И в нём вообще ничего нету, только есть, вот видите, 18% модал. Всё остальное синтетика, синтетика, синтетика. И они есть в нескольких цветах. Есть вот такие, вот такие, вот такие. И вот этот красивый цвет, симпатичный. Но платье совершенно бесформенное. Совершенно бесформенное. Такой вот мешочек. Мешочек. Так, есть ещё. А, вот это тоже самое. А, это оно неправильно висит. Подождите, сейчас я перевешу. Вот такие есть платья трикотажные. Такие они расклешённые. Вот оно, как выглядит на модели. Оно по 50 долларов. 57% хлопка. И есть они из цветов. Вот этот красивый голубой цвет. Но это совершенно же такая вот, совершенно же простая такая лапша хлопковая. Она, конечно, будет всё облегать и всё обтягивать. Это нам совсем неинтересно. И вот ещё такой зелёный есть вот такого цвета. И чёрный они есть. Значит, по свитерам. Я вам хочу сказать, что в этом году... Вот я вижу, что есть кашемировые свитера. Здесь нарисован он 160 долларов. Я не вижу, где они здесь. Потому что все свитера, которые здесь лежат, на полочке, это все свитера. Вот они висят. Это все свитера из шерсти. Вот 60 долларов. Шерстяной свитер. 100% шерсть. Стоит он 60 долларов. И вот они есть. Все вот они, вот эти вот свитера, они все из шерсти. А кашемировых свитеров, если честно, я... Может быть, я плохо искала. Может быть, где-то сбоку сейчас я посмотрю. Но вот здесь, видите, на картинке он нарисован. 160 долларов. С горлом и вот такой вот с круглым горлышком. Вот эти вот очень симпатичная расцветка. Вот с такими вот этими ромбами. Когда-то у них свитера стоили кашемировые по 100 долларов. Сейчас они стоят по... По 160. Я их не вижу. Вот все, что здесь лежит, висит, это все обычные свитера. Никакого кашемира. Этот вообще тоже 8% шерсти. И тоже стоит он 60 долларов. Я тоже не понимаю ценовую политику Юникло. Почему у них и шерсть, и не шерсть стоят одинаково. Вот такие вот симпатичные жакетики под Шанель. Под ее величеством Адам Шанель. Тоже за 60. У них какая-то стандартная цена. В них 27% хлопка. Вот он сделан вот с такими вот маленькими кармашками. Вот так вот он выглядит. И вот они есть. Такого зеленый, черный в полосочку молочного цвета и розовенький. Симпатичный жакетик. Но этих Шанелей уже везде. Везде так много полосатые свитера. Тоже синтетика, по-моему. Тоже за 60. И тоже 8% шерсти. И вы знаете, что я вам хотела сегодня показать? Вот эти вот на пуговицах мы с вами тоже их смотрели, по-моему. Я вам хотела показать их термобелье. Если честно... Вот видите, везде у них нарисованы вот эти вот свитера кашемировые. Но их нету в магазине. Я не нашла, во всяком случае. В магазине их нету. Может быть, есть онлайн. Наверное. Я, честно говоря, хотела поснимать их термобелье. Почему? Потому что мой сын очень увлечен шерстью мериноса и термобельем из шерсти мериноса. Носки, вот такие вот нижние рубахи, штаны всякие. Но они стоят довольно дорого. Он где-то на распродаже, на Амазоне. Где-то он их находит. Но они так долларов за 80. Получается, каждый вот такой вот на большой распродаже. Так и больше. И под 100. Я думаю, боже мой, почему так дорого их покупает? Вот же есть термобелье в Uniqlo. Я никогда не обращала на него внимания. И вот решила прийти посмотреть. И что я вижу? Значит, вот это вот стоит 35 долларов. 35 долларов. Рекомендуемая температура от плюс 10 до минус 20. Правильно я понимаю? Вот здесь вот то, что написано. То есть при минус 20, значит, можно его носить. Ну, как нижнее, видимо, термобелье. Да, и написано, что значит, оно очень теплое. И стоит оно еще раз 35 долларов. Я так понимаю, что это какое-то, видите, написано limited offer. То есть это какая-то вот сейчас акция у них, да? Ой, в общем, здесь очень много всего написано. Ну вот, смотрите, они есть вот в такой вот, в таких расцветках. Черное, коричневое, молочное. Вот оно висит. Вот его температуры. Вот, плюс 10 до минус 20. И внутри оно выглядит вот таким вот образом. Теперь по составу. Я хочу посмотреть, что в нем за состав. Конечно, в нем нет никакой шерсти. Давайте смотреть. Акрил 41, 37 полиэстер, 18 район и 4 спандекс. Ну, в общем, никакой шерсти, никакого ничего здесь нет. И стоит это 35 долларов, я так понимаю, на распродаже. То есть то, что мой сынок с шерсти мериноса покупает за 80 долларов, так это не так уж, не так уж выходит и плохо. Я ему сказала, зачем ты покупаешь так дорого? Я тебе в Юникло пойдем посмотрим. И вот я пришла смотреть. Вот следующий вариант за 40 долларов, 39,90. Значит, они отличаются тем, что они вот с таким вот горлом. То есть вот такой вот свитер с горлышком. И вот он нарисован на картинке. И состав его. Состав тот же самый. 41 акрил, 37 полиэстер, 18 район, 4 спандекс. Стоит он 40 долларов, видимо, и за горло. Они все черные. А, ну черный вот такой вот серый. Что у него внутри? У него внутри тоже вот такая вот немножко махрушка, как будто бы, да? И она призвана утеплить вас. И это от 10 до минус 20 градусов то же самое. Но видите, эта серия называется у них Heat Tech. То есть утепляющие технологии для утепления, скажем. Ультра ворм это, значит, очень сильно утепляющие. В общем, написано, что внутри он очень такой мягенький, приятный на ощупь, что делает его очень приятным для носки. Так, например, штаны. Вот такой же типы штаны, которые стоят 24,90. Вот они, да? От 10 до минус 20. Странно, да? Это они, да? Вот они. Так, то же самое, то же самое, то же самое. Акрил полиэстер район спандекс. Всех размеров. И вот как они выглядят. Вот как они выглядят, обычные штаны. Вот такой вот у них пояс. Просто вот здесь вот такая резинка вшитая. И внутри вот тоже вот такая вот, знаете, мешает мне. И внутри вот такая же тоже такая мягенькая. Как будто вот такой начёс небольшой, знаете. Штаны с начёсом. Репетуза с начёсом. Помните у нас? Вот они с начёсом. Помните, было у нас в нашем детстве? У нас мамы заставляли это носить, а мы сопротивлялись. Так, вот такие же штаны. Но, пардон, они не такие же. Они стоят 30 долларов. Они дешевле. И это просто стопроцентный хлопок. Хотя написано, что... Это та же технология HitTech. И написано, что это леггинсы из хлопка. Для extra warm. Для extra утепления. То есть, я думаю, что они... Видите, здесь нет никакой температуры на них. Вот на тех там написано, что они рассчитаны на какую-то температуру. А эти просто. Просто, чтобы их пододевать вниз. Состав их стопроцентный. А нет. 53% хлопок. 42% акрил. 5% спандекс. Хотя написано, что это, видите... Ага. Вот теперь я немножко запуталась. Значит, здесь написано 100% хлопок. А сзади... А сзади написано вот такой вот смесь. Вот такая. 53%. Значит, я думаю, что здесь написано 100% подкладка хлопковая. Значит, я не хочу их открывать. Мне хочется влезть в них и посмотреть. Имеется в виду, что внутри они из хлопка. А вот снаружи у них много... 50% хлопка. Что за подкладка? Какая здесь подкладка может быть в простых обычных штанах? Я не знаю. Девочки. А вот они есть, наверное. Да? Нет. Да. Ага. Всё. Я нашла их открытые. И мы сейчас будем их рассматривать. Да. Они тоже рассчитаны на температуру от 15 плюс до минус 5. Потому что, конечно, это как бы вот эти вот хлопковые штаны, которые не рассчитаны на очень холодную погоду. И... Значит, что имеется в виду 100% хлопок? Это вот внутри, вот эта вот внутренняя как бы нить сделана из 100% хлопка. Вот эта вот часть, видите? А то, что снаружи, так сказать, наружная часть сделана... 50 с чем-то там хлопок, спандекс, полиэстер, в общем, что-то такое. Вот они есть в таком вот сереньке и чёрной. 30 долларов они стоят. Так, переходим к рубашкам. Здесь тоже от плюс 15 до минус 5. Значит, цена их... То есть я так понимаю, что, видите, это такие же, как эти штаны, вот такие же кофты. 100% хлопковая подкладка в них. То есть внутренняя часть 100% хлопок. А сверху 53% хлопок, 42 акрил и 5 спандекс. Окей. Так вот оно выглядит. Значит, вот смотрите, вот это я рассматриваю кофточку. Она размер medium, я так понимаю. И, в принципе, они не призваны быть оверсайз. Они должны быть облегать, потому что это вещь, которая должна облегать для тепла. Когда оверсайз, всё поддувает. Значит, в чём смысл? Видите, вот здесь внутри тоже вот такая вот 100% хлопковая, так сказать, подкладка. 100% хлопок. А с наружной стороны, значит, там хлопок и смесь всякой синтетики. И они, кстати, вот есть разных цветов. Есть такая оранжевая, синяя вот такого цвета. Есть такой морской волны, чёрная. В общем, вот такие, значит, они для температуры от плюс 15 до минус 5. Это уже не такое уж утепление, конечно, под нашим канадским меркам. Это не такое уж и большое утепление. Так, следующий вариант у нас здесь. Так, здесь от плюс 15 до минус 5 тоже. Здесь вот такие вот свитера врубчик. Вот такие вот врубчик тоже этой же компании. Хиттек Катон. То есть это хлопковый хиттек. Так, что у неё за состав? Давайте посмотрим. Они прям вообще из разных цветов. Сколько они стоят? Сейчас мы всё... Ага, значит, они сейчас на сейле, по-моему, за 20 долларов. Ой, ну что тут? Какой тут Катон? 41 акрил, найлон, спандекс, полболовая. Вообще никакого хлопка нету. Почему они себя называют громко называют хиттек-хлопок? Я не знаю, девочки. Вот, смотрите. Вот я вам показываю. Вот это вот в мешке. Здесь никакого хлопка вообще. Я даже он отражаюсь, видите? Здесь никакого хлопка в составе нету. И вот он висит. И вот на нём привешена вот такая вот этикетка. Ну, этикетку повесили просто так, по-моему. Значит, тоже они из разных цветов. Есть даже такие, типа, дизайн в полосочку. Вот такой вот с такой полоской. Вот такая вот оранжевая с розовым. Есть такую тоненькую полосочку. И вот такая вот полоска. Зелёная, серая, синяя. Ну, в общем, вот такие с горлышком. Просто пододеть. Пододеть. Внутри они вот просто вот такое вот. Никакого махрушки, никакой внутри нету. Чисто вот такой тонкий свитерок. Честно говоря, я сама почему-то думала, что они из хлопка. Но хлопка в них вообще никакого нет. Написано, что они бесшовные. Ну, как бы... А, вот сбоку они бесшовные. Да, действительно. Давайте, посмотрю, покажу вам. Видите, сбоку у них в боках нет швов. Пчелок такой. А швы есть только вот горло и в рукавах. Ну, окей. Так, следующее. 25 долларов, 24.90. Это вот такие вот тоже с горлом. Здесь хоть не написано, что хлопок. Значит, здесь написано, что это вот этот хит-тек ультралайт. То есть очень легкие. На какую же температуру рассчитано сие? Создание. О, это от 20 до минус 5. От плюс 20 до минус 5. Ну, то есть, если 21, то вам уже в нем типа выйдет жарко или что. Я не знаю. Минус 6, вы уже замерзнете. В общем, вот такой он совсем тоненький, совсем тонюсенький. Просто вот как тонкая-тонкая футболка. Только с длинным рукавом. И вот с таким вот горлышком, который выглядит не очень аккуратно и не очень хорошо. Но то, что есть. Вот они есть в разных цветах. Вот здесь вот есть разные тоже цвета. И есть такие же штаны за 25 долларов. Это, по-моему, мы уже их видели, вот эти леггинсы. Нет, те были хлопковые, а эти не хлопковые. Те были хоть наполовину хлопок, внутри хлопковая подкладка. А это такие же, вот, полиэстер, акрил, район, спандекс. Стоят они 25 долларов. Вот они запакованы. Я не знаю, если они где-то висят. Кстати, какой-то размер. Давайте посмотрим. Что-то с размеров непонятно. С размером непонятно совсем. Боже, как это... А, вот медиум. Это медиум. Он тоже, он такой узенький, такой тоненький, совсем тоненький, совсем как сопелька. Так, это они же, вот они с горлышками. Они очень приятные на ощупь, но я думаю, что тепла от него... Ну, просто как лишний лейер, так сказать, еще пододет под вашу одежду. Тепла от него, я думаю, немного, если честно. Я не знаю. Мне трудно сказать. Так, носочки, носочки, носочки. Следующий у нас ряд идет вот таких вот. Значит, от 20 до минус 5, то же самое. И тоже это вот эта технология Hitec. И оно у нас тоже очень тоненький, без горла. Такой же, как тот с горлышком, только без. Мне кажется, что он все-таки немножко поплотнее, чем тот с горлом. И стоит он 25 долларов. Вот они всех-всех цветов, такие розовенькие, есть прям как цвета тела. 25 долларов. Состав это уже, видите, плейстер, акрилик, район спандекс. Никакой шерсти, никакого хлопка. И они есть вот таким вот, такой вот, знаете, кантик на горлышке. А есть вот такие вот, без, видите, без пришитого такого канта. А есть вот такой вот, пришитым таким кантиком. Вот они здесь висят. Всех-всех-всех-всех-всех цветов, всевозможных цветов. И стоят они 25 долларов. Носки. Давайте посмотрим уже носки, раз мы здесь с вами. По-моему, из утепления мы... Это уже все. Значит, есть носки вот такие вот высокие, как гольфы. Стоят они 10 долларов. И в составе у них тоже акрил, найлон и 4% шерсти. Значит, 10 долларов стоит одна пара. Есть вот такие вот с рисунком. Есть гладкие. Тоже по 10, 9,90. И вот эти вот есть с рисунком вот такого цвета. Симпатичного молочного цвета. Очень даже миленькие гольфики. Это из таких теплых. Вот смотрите, есть вот такие вот теплые носки. Это женские написано. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас, значит, то, что 10 долларов одна пара и 70% акрил, 13% шерсти. Вот поэтому они как бы уже типа такие, типа для тепла. И они есть вот такие вот красненькие, синенькие и вот такие вот бежевые. Есть вот такие красивые, прям красивые, разные с рисунком. Это все вот эта вот технология Хитек. И вот они все по 10 долларов одна пара. Это не дешево, честно вам скажу. Здесь 10 долларов можно купить, можно купить 3 пары носков. И в них 4% шерсти. Вот они есть вот такой расцветки. Есть вот такой, вот такой и вот такой вот рисунок. В общем, разные расцветки симпатичных цветов. Очень даже ничего. Есть вот такие. Это такие же или нет? Да, в них 5% шерсти. Тоже 10 долларов. Они немножко другого качества, по-моему, чем эти. Эти такие более гладенькие. А в этих немножко наблюдается как будто бы какой-то мягкий пушок. Внутрь влезть затруднительно. Трудно посмотреть, что там у них внутри. Но по ощущениям у них как будто бы... Может просто потому что вот эта вот вязка такая, знаете, и получается, что второй слой вязки. Поэтому они такие как бы помягче. Вот они есть вот такого цвета и вот такого цвета. Есть вот эти. Смотрите, просто одна пара. Я не вижу, где они еще и висят. Вот у них 6% шерсти. Это, видимо, вот... Вот они. Вот они вот такие вот. Вот есть такие бежевые. В общем, много носков. Вот такие вот двух цветов. У них тоже 6% шерсти. И все они по 10 долларов. Одна пара. Вот такого они из цвета еще. Вот есть синие. Есть синие. Есть вот такие бежевые с оранжевым. Вот эти тоже как-то немножко отличаются. Тоже 6% шерсти. Они такие... Довольно такого... Грубого помола, я бы сказала. Такие, знаете, твердые какие-то. Не знаю. Да, да. Такие какие-то... Какие-то прямо твердые. Вот эти вот такие мягенькие, приятные. Вот эти приятные. Вот эти совсем приятные. А вот еще есть вот такие вот махрушки. В махрушках, наверное, совсем нету шерсти. Нет. Тоже есть немножко. Нет, нету. Плестер. В общем, всякая фигня. Найлон, спандекс. И вот, честно сказать, на ощупь самое приятное, это, конечно, вот эти. Они есть вот такие серые, оранжевые. И вот такая вот махрушка непритязательная. Честно сказать, 10 долларов за них, это, конечно, много. Потому что в другом месте можно купить такие без шерсти носки за 10 долларов. Ну, две пары, по крайней мере, да. Ну, и вот здесь вот всякие обычные носки. Такие без особых изысков. Самые, что ни на есть, простые. В них тоже нету никакой шерсти. И тоже они стоят 10 долларов пара. Вот такие вот обычные носки. Что вообще я не понимаю совсем за что. Еще хочу вам показать. Вот такие вот тайцы есть блестящие в этом самом виникло. Типа, как колготки. Они стоят 20 долларов. Они стоят. Ну, конечно, в них сплошная-сплошная синтетика. 25, но сейчас они стоят, вот видите, 20 долларов. Они сейчас на селе. Значит, если вы вот праздничные. Я сказала, что в виникло нету никаких праздничных, праздничной одежды. Но вот есть колготы такие. Они совершенно непрозрачные. Они совершенно как тайцы. Видите, они колготы. У них есть пятка, есть носок. Это не такие, как тайцы, которые отрезанные. Отрезанная ступня, а они со ступней. И вот они из черного цвета вот такие. И есть вот такого с синим таким люрексом. Девочки, вот если кто-то ищет, да, себе, то вот представляете, виникло есть за 20-ку. Можно купить. И есть вот такие вот колготы. Как будто, знаете, такие теплые колготы. Тоже в них ничего нет. Никакой шерсти, сплошная синтетика. Но они тоже сделаны колготками. Не тайцы, а именно колготы. Вот этими я удивлена. Это прям совсем не тема для виникло. Да, ну вот, как ни странно. Так, вот здесь вот всякие, видите, у них есть колготы. Это значит, я вот только единственное, что не знаю. 60 деним, вот написано. 60 деним. Они совершенно непрозрачные. Они стоят 25 долларов. И вот они есть разных размеров. Есть вот такие вот врубчики. На ощупь у них как будто бы есть хлопок, но на самом деле нет. Вот такие вот. Вы знаете, что напоминают в нашем детстве? Помните советские колготы, в которых мы все ходили, которые на коленях собирались гармошкой? Вот они вот. Вот они прямо. Видите, они с пяткой. Вот они все висят. Сейчас я вам их покажу. Ага. Значит, вот эти с блеском сверху они... У них нету блеска. У них тоже температура от 20 до минус 5. Вот, видите, написано. И вот такие вот они с блеском. Совершенно непрозрачные. Абсолютно непрозрачные. У них абсолютно нету. Не колготы, а прям вот реально совершенно непрозрачные колготы. Ну, как тайцы, только с пяткой. И вот эти вот. Ой, все. Колготы. Вот точно советские колготы с нашего детства, которые собирались на колени гармошкой. И все дети в детском саду ходили в таких колготах. Прямо печальные воспоминания. Но вот эти вот больше похожи, знаете, как будто бы у них какой-то спандекс. Видите, у них вот есть вот эта вот градация по денимам. Правильно, да? Деним? Вообще-то нет. Не знаю. В общем, если я правильно читаю... Потому что вот в этих вот нету ничего такого. Написано... А, в них написано, что они не пахнут. Как интересно. Посмотрите, что в них написано. В них написано, что они, ну, как бы, тепло держат. И, значит, контролируют ваш... Контролируют запах. И в них антизапах. Вот колготы, которые с этим... Советские колготы хлопковые. В них написано, что в них... Они все, видите, у них всех вот что-то с запахом. Они сделаны так, что они отталкивают... Предотвращают запах. А в этих тоже, интересно, в золотых с блестками. Да, антиодор. Одор – это запах. Так, ну, и вот еще за 24 доллара, 25 фактически. Вот тоже такие, как будто бы тайцы хлопчатобумажные. Но вот, видите, они с носком. Пятки у них нету. Хлопка в них тоже никакого нету. Они просто вот такие вот очень плотные. Очень-очень плотные колготки. И тоже, вот, видите, они контролируют... Контролируют запах. Хм. Что это значит? Что если вы в них вспотеете, то вы, наверное, у вас ноги не будут пахнуть, что ли? Я не знаю. Это интересная тема. Я никогда не знала, что... Что есть такие вот колготы, которые контролируют запах. Что бы это ни значило, девочки. Просветите меня, если вы в курсе. В курсе, что означает, что они контролируют запах. Вот носки, например, у них запах не контролируют. Носки у них обычные. Вот 3% шерсти в них стоят. Они 10 баксов тоже. И насчет запаха нету никаких... Никаких упоминаний. Вот, видите, здесь еще больше. Вот есть вот такие вот пушистенькие. Возле них 6% шерсти. Ну вот в носках вы будете, извините, вонять. А в этих колготках вы не будете. Из остальной одежды, правда, вообще ничего интересного. Просто ничего интересного нету. То есть вообще ничего нету. Ну как-то совсем, совсем. Я как-то еще в прошлые годы приходила и умудрялась тут что-то мерить зимой. Я не знаю, девочки. У них были какие-то юбки симпатичные. Все пропало, ничего не осталось. Вот только вот такой вот... Ну как бы базовая одежда, я бы это даже не назвала. Ну как бы да, типа базовая одежда. Вот я снова вернулась к елочке. 25 долларов вот такие вот свитера. Вот. Мы уже здесь с вами ходили. Тут распугиваю всех людей. Пойду по второму кругу. По курткам. Здесь, по крайней мере, никого нет. И озвучу свою мысль по поводу того, что Веникло вообще... Может быть, онлайн есть. Но в самом магазине абсолютно остались джинсы, футболки. Вот эти вот пуховики, пуховики. Везде, везде, везде пуховики. Какие-то вот такие галимые, извините, рубашечки. Совершенно вот такие вот. Вот такие вот. Совершенно какие-то... Не знаю, кто такой носит. Кто-то носит, наверное, но... Это такая офисная рубашка. Но поскольку сейчас в офис люди ходят через два дня на третий, вот точно как я, да, то кому они нужны, я не знаю. Вот, кстати, брюки симпатичные. Мне, кстати, писали, что в Вениклое есть неплохие брюки. Такие с защипами. Вот, может, вот такие мне бы стоило померить. В следующий раз. Сейчас не буду уже. В следующий раз я, может, зайду и померю. Значит, в них... Так, в них у нас нет никакой шерсти, ну ладно. И стоят они 70 долларов, 70 баксов. Вот такие вот брючки. Ну, вот эти в полоску неплохие. У них как бы защипы есть. Ну, и вот эти вот офисные, офисная одежда. Вы знаете, я вам хочу сказать, что... Вот, видите, вот эти рубашечки. Поскольку... Раньше еще люди как-то ходили на работу, и можно было как-то что-то подумать, что кому-то это очень нужно. Вот такое количество вот таких вот рубашек. Сейчас, поскольку люди на работу уходят, в основном многие работают из дома, то вот куда они клепают? Зачем они клепают эти рубашки? Бесконечное количество их. Я не знаю. Есть еще вот такие вот штаны с начосом за 50 баксов. Видите, вот такие. Я, честно говоря, еще думала, у них тут спортивная одежда. Но спортивной одежды никакой нет. Вообще никакой. Вот только пуховики. Никаких коллабов. Никаких ничего. Вообще ничего нет. Просто ничего. Вообще ничего так грустного. Смотрите. Это кто у нас? Это вот эти вот Си? Нет? Яникло Си? Нет, это не Яков Си. Это обычные Яниковские эти пуховики. Жилеты. Вообще одежды нет. Если летом у них нет пуховиков, так они еще какие-то там вывешивают платья и юбки. А зимой, поскольку они могут весь магазин завесить пухонами, так они так и делают. У них весь магазин завешан пуховиками. Вообще одежды практически никакой нет. Конечно, я не знаю, может, это специфика наших канадских магазинов, где пижамы, тапки. Даже пижам как-то мало. Все-таки к Новому году, что ли, к Крисмасу все раскупили. Мы что-то у нас совсем-совсем перестали продавать одежду. Вот тапочки хорошенькие. Смотрите, какие симпатичные. Стоит 13 долларов. Реально хорошая цена. У них, кстати, были вот такие вот пижамы в тон. 13 долларов. Вот такие классные-классные тапочки. И они из таких цветов. Видите, вот такие вот двух цветов. Ну вот и все. Так, хорошо, на фоне тапочек я с вами распрощаюсь. И вот пижамы только остались. У них даже как-то зимних пижам нет в этом году. Я не знаю, что происходит. Вот какие-то штаны в клетку. Короче, на этом мы с вами распрощались. Распрощаюсь я с вами. Надеюсь, что вам хоть как-то понравилось и хоть что-то было интересно. Мне не понравилось ничего. Потому что я не нашла даже никакой одежды, которую я бы хотела примерить. Я не нашла никаких пижам, которых в прошлом году было просто море. Здесь все было завешено пижамами. В этом году даже и этого нет. Вот. Так что вот на фоне остатков пижам по 40 долларов, которые сейчас на сейле, я с вами распрощаюсь. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Всех люблю. Целую. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...